Вы слышали историю, не всегда в жизни бывает так сладко и гладко, когда ты хочешь быть верным Богом. Сегодня нам вспомнили историю о троих молодых людях, это друзья Даниила, я так их называю во все время. Познаться, когда я начинал свой путь христианской, когда мне было сложно, когда мне было трудно, я очень часто обращался к этой книге, в книге пророка Даниила, и особенно к этому месту, и месту, когда Даниил был вывод. Трое молодых и великие, могущественные и страшные царь Новохотерасова. Это один из величайших царей истории человеческой, и трое пленных евреев, но они уже занимают хорошее положение в обществе. Не работать в правительстве, потому что их поставили над делами. И вот стоит вопрос, остаться верным Богу или поклониться Истокам? Как тяжело, бывает порой, оставаться верным Богу. Они выбрали верность Господу. Вы знаете, это верность не случайно. Я считаю, что это было иском в семье, потому что когда стал вопрос о еде, они не сказали, а что же нам делать? Если мы не будем есть, мы умрем. Но они положились на Господа и отказались от посвященной пищи. Остались верны Богу. Вы знаете, стоять у печи, стоять перед фараоном, перед перед Наухаденасором. Вы знаете, это честь не каждому дается. Это честь верных Богу людей. Царь нет нужды отвечать тебе на этот вопрос. Бог сильно спастет от печи, от Тебя. Но если даже и не так, то какие сильные слова. Но если даже и не так, то мы Богам Твоим служить не будем. И Истокаму Твоему не поклонимся. Потому что у нас есть живой Бог. Слава Господу. Я хочу сказать, братья и сестры, вот посмотрите, какая картина. Эти трое, Наухаденасор, его окружение, пламеняющая печь. Вот они ищаки, нет в жизни. Молодые. У них перспектива жизни. Они имеют хорошую работу. Они в правительстве. Престижная работа. И всего лишь поклониться. Но они сказали, не будь. Слава Господу. А сейчас, братья и сестры. Давайте представим момент. Небеса. Бог. Он даже написано, обозревает всю вселенную, да? И не отвали сокровенно от Него. И Он видит эту картину. Видит этих троих. Вы помните, когда Стефана побивали камнями? Написано, Иисус стоял. Он написано, обозревает Стефана. Но в этот момент, когда побивали Стефана, Иисус стоял. Иисус стоял. Иисус стоял. Иисус стоял. Иисус стоял. Иисус стоял. Что будет? Какая радость была на небесах. Иисус стоял на небесах. Да, Они остались с diet scenes полив Forbes. Иисус стоял. Иисус стоял не забываем. Даже если опушили даже не rains. Как тяжело оставаться верным Богу. Как тяжело individuals у retire с этого Бога. Как тяжело идти за Господа. У боя поросна. Но лучше и плечи нет. Это всё и плечи행 за Богом. Господь благословит нас Бог. За Иисусом шло множество людей. Было интересно, а было удивительно. Иногда накормит. Все время души. Без циклит. От рождения такого не было. Никогда не было в народе израильском такого чувства. Люди шли, им было интересно. И сегодня, и сегодня часто люди идут за Иисусом. Или к нему. Потому что интересно. Но вот однажды Иисус остановился. Подозвал народ и учеников. И сказал. Если кто хочет следовать. Если кто хочет идти за мной. Отвергуй себя. Возьми грязь свою. И следуй за мной. Мы немного понимаем значение этих слов. Потому что мы знакомы с Библией. Мы знакомы с этим местом. Мы знаем Господа. Мы много раз слышали об этом. А представьте как состояние этих людей. Они прекрасно знают, что такое отвергуй себя. В греческом переводе это откажись от себя. Они прекрасно знали, что это такое. Взять крест свой. Мы сегодня даже представить толком не можем об этом. Так по фильмам. А они очень часто видели своими отчами эту картину распятия. Когда человек приговорен. Когда человек приговорен к смерти. Через раскатие. Приговор окончательный. Изменений не будет. Несущий крест. Никакой надежды. Никакой надежды на спасение. Я представьте. Иисус им говорит. Если кто хочет идти за мной. Откажитесь от себя. Возьмите крест свой. И следуйте. Следуйте за мной. Значение слова следовать. Это идти с кем-нибудь. Идти за кем-нибудь. Быть послушным ему. Быть его учеником. Если вы хотите быть моим учеником. Памдеся днажды Иисус сказал тем, кто уверовал в него. Если пребудете в слове моем. Он сказал, когда он повозносился ученикам. Итак, идите и проповедуйте всей твари. И научить. Другие переводы говорят. Место слова научить. Смысл такой же. Приобретайте мне ученик. Приобретайте мне ученик. Итак, идущий за Иисуса. Человек, который хочет быть учеником Иисуса. Он не может жить для себя. Он не может жалеть свою жизнь. Если кто-то пожалеет свою жизнь для себя. Если кто-то сохранит ее для себя. Тот потеряет ее. Но если ты потеряешь ее для Иисуса. Он сказал, что не придешь. Вообще в характере Бога нет половины. Если он говорит, что любит его. Он говорит, как? Возлюби как? Всем сердцем. Всей душой. Не чуть-чуть. Не наполовину. Не даже на 90%. А полностью. Но сегодня. Смотрите. Как непопулярно это слово о кресте. А никогда не было популярно. Помните? Павел говорит в послании Каримфина. Слово о кресте для погибающих безумия. А для нас спасаемых силовой. Сегодня, знаете, даже в христианском мире, к сожалению, не всегда хотят слышать о кресте. Сегодня другое время. Другая культура. Другие понимания. По-другому мир устроен. Вы не можете понять, как я могу это понять. Я согласен с этим. Но я хочу сказать сегодня. Когда слышите голос Божий, неожесточите сердце. Сейчас послушайте. Как ты принимаешь эти слова? С каким настроем? С каким настроем? Вот те слова, которые я сейчас говорю. Это говорят о твоем состоянии. Бог говорит. Но слышите голос Духа Святого. Неожесточите сердце вашего. Кому это было сказано? Вы сухались евреям в пустыне. Каким евреям, которые противились Богу? Которые не познали путей Божьих. Которые так и остались в пустыне. Сегодня другое время. Я знаю. Но знаете что? Условия следования за Христом. Не изменилось. Не изменилось. Путь тот и остался. И еще одно. Там в конце тесные врата они так и остались тесные. Они не расширились. Они не зависят от сегодняшнего понимания людей. Они не зависят от культуры народа. Они не зависят от уровня цивилизации. Что бы ни происходило в мире. Христ не изменен. Путь не изменен. И рада тебе. А где что происходит? Ты уверен? У тебя удивительное состояние. Внутренняя борьба. Внутренние переживания. Радость. Радость от того что ты меняешься. Радость от того что ты начал познавать Бога. И оправдан. Ты спасен. Ты направляешься к небу. Вот это вот первая любовь. Это первое переживание. Это борьба. Где есть победы? Где есть победы? Где есть поражение? Где ты поднялся? Где ты упал? Где ты упал? И все равно. Внутренняя борьба. Ты изменяешься. Только что нам напомнили. Мы пришли какие есть. Когда мы уходим. Мы должны изменяться. Как на рынок или как в магазин. Пришел с полным кошельком. Ну или сколько есть. Но сумки пустые. Вы еще? Вы тебя в кольке с колькой или в сумке? На сколько ты купил? Ты взял. Это тебе необходимо. Что ты сегодня унесешь в собрание? Что ты понесешь сегодня тобой с собой? Что ты понесешь с собой, чтобы ты размышлял? Ты должен измениться. Но, к сожалению, порой происходит так. Человек стал христианином. Вот это борьба. Потом проходит время. Он привыкает к этой борьбе. Становится обычным. Забывает об этом внутреннем переживании. По-другому начинает слушать проповедь. Один пастор видел сон. Есть. Хороший проповедник был. И вот однажды видит сон. Собрание. И ангел. Ангел ходит по заду. И делает отметку. Где-то плюс. Где-то минус. Где-то плюс. Где-то минус. Я не знаю, что было больше плюсов или минусов. Пастор спрашивает у меня. Что ты делаешь? Почему ты отмечаешь плюсы и минусы? Что это такое? Плюсы. Это те, кто молится за тебя. Кто молится за себя. Плюс это те, через молитву которых созидается собрание. Там минусы. А это те, кто критикуют. Это те, которые ничего не делают. Это не только критикуют. К сожалению. Когда у них происходит изменение. Когда забывается этот процесс изменения. Начинается критика. Слишком можно не становится. Я сейчас хочу. Кому неинтересно. Тот может выйти. У нас дверь открывается и закрывается хорошо. Но другим не мешайте. Иисус уже после Своего Воскресения. После Своего Воскресения. Вот этот ретр и еще несколько учеников набрели. Когда они сидели. Уже обернули. Друг Иисус спрашивает. Симон Иона. Любишь ли ты меня? Трижды. Вот даже печаль у вас. Я хочу спросить. Вопрос. Если сегодня Иисус спрашивает у тебя. Любишь ли ты меня? Что ты ответишь? Любишь ли ты меня? Что ты ответишь? Любишь ли ты меня? Еще вопрос. Он в том стране. В том стране кажется для тебя. Я хочу сказать серьезно задумывайся. Несущий Своего Воскресения. Сразу не ответил. Он под любым ценят. Несущий Крест. Он был постоянным истреблением познавать Бога. Посмотрите на апостолов. Посмотрите на верных Богом уже. Уже апостолов. Уже апостолов. Назвающиеся рабами Бога. И таковыми действительно являлись. Я все почитаю за сухой. Ради превосходства познания Христа. Я хочу познать Христа. Я хочу приобрести Его. Я хочу познать силу Воскресения Его. Брати сестры. Есть сегодня у нас требенность. Это ревность познавать Господа. Ревность познавать силу Воскресения Господа. Ревность следовать за Ним. На вопрос. Следуешь ли ты за Мамой? Что ты ответишь? Думай, что ты следуешь. Исследовать это разные вещи. Книга Откровения. Послание к Алдыкийской Церкви. Там есть слова Иисус говорит. Вот стою у двери и устучу. И кто откроет? Вот стою у двери и устучу. Братья и сестры. Где был Иисус? Внутри или снаружи? Но посмотрите. Мне нет церкви, а теперь. Мы богатые. Мы ни в чем не имеем нужды. Мы все имеем. Какая церковь была. Мы не собираемся. Мы не собираемся. Мы не собираемся. Мы не собираемся на Свою Христианство. Доверяешь мне Господу, сегодня мир меняется, к сожалению меняются христиане, меняется понимание христианства, и некоторые говорят, мы не будем проповедовать о грехах, идут на компромиссы, людям надо дать время на изменения, я знаю, в России сестры, людям нужно время для изменений, особенно для науращенных, но когда проходит время, 5, 10, 15 лет, и изменение остановилось, я хочу сказать тебе, посмотри в свое сердце, и посмотри в твое отношение к церкви, твое отношение к служителям, твое отношение к собраниям, к служениям, как легко ты пропускаешь, как часто ты пропускаешь, я хочу сказать тебе, задумайтесь и подумайте, и все прекрасно, или нет, время нужно каждому, но процесс должен присоединить у каждого, чтобы не потерять людей, сегодня мы не будем говорить о грехах, а вот Бог говорит правду миссии, и съемок, тогда мы будем говорить о грехах, в небоах и в небоах и насадме подлезать, и я сейчас. Взывай громко, не удерживайся, так и минулите. Мама, дай свой, да нужны, чекав. Возвусь голос твой, подобно трубе, а нам влешених мау, сакуги смскавсац, и ухажи народу моему, на беззаконье его, и тому Яклево на грехи его, да и обисакс смесьцат, Чтобы люди не уходили, надо пойти на Копробис. Вы знаете, я знаю, один великий служитель, Аарон, когда народ начал настаивать, а еврейская история говорит, что когда они настаивали, там был Аарон и Ор. Ор противостал народу, но предание говорит еврейский, и они убили его. Он не хотел, чтобы делали дельца, а Аарон согласился. Буду я с ним много убивать, и им хорошо, но не меньше проблем, отношения хорошие. Так хорошо, когда служитель идет на Копробис, а у церковь так вот нормальные отношения, когда пришел в Моисей и сказал, это не Копробис, это великий грех. Это великий грех. Ради сестры. Где тесные врата, они так и остались тесными. Прообразом креста. Черезгородник, технику, которые строили жертвы. Ветхом залеце, это жертвы. Что бы он сказал? Так, что бы я так сказал. То есть строить жертвы, не обделывали. Когда построили храм, там был жертвенник, жертвенник Медный очень простое построение, и было Медное море, которое стояло на волах. Сегодня хотят изменить Крест. Сегодня многие церкви не отказываются от Креста, не отрекаются от Креста, но отодвинут в сторону. Сегодня говорят, да, мы держимся Словом, но не доверяют Словом, это не ново, братья и сестры. Такое было в ветхозаветное время. Прочитайте дома. Четвертое царь 16 главу. Там был такой пророк, царь Ахаз. И когда он увидел красивый жертвенник, вот тут же сделал чертеж. И послал в Иерусалиме. И восхищенник взял и поторопился сделать такой же жертвенник. Когда царь вернулся из языческой страны, он вел в храм. Отодвинули жертвенник. Как сегодня отодвигается Крест. И начинает подражать миру. Отодвинули. Потому что поставили красивее. Крест никогда красивым не бывает. Крест никогда легким не бывает. И удобным не бывает. Крест, он и есть крест. А потом? Сломали эти подворки на это бедное море. Он стоял на волах. Бедное море стояло на 12 вагах. Убрали это. Мы положили камеру. Значит, волы символизируют. Силу и гарантию, которые дают Божье Слово. Твердость. То, на которое можешь положиться. И еще. Это отделенно Слово Божье. Когда приходит мир. В жизнь церкви. В жизнь христианина. Эти волы убираются. Убираются отделения от пупинок. Происходит смешивание. Вроде не отказались. Но и не держатся. Как ты сегодня ценишь себя? Скажу, что люди не могут. Даже не проводятся в себе. Похоже на нас будут. Расцептор, кто не остается в себе. Вито не получил нас. Слово Божье. Это бедное. тем больше переживаний об изменении, так или нет. Чем ты ближе к Богу ценишься, тем больше переживаешь внутри, чем дальше, тем спокоен. Ладыкийская церковь далеко более. Мы богаты, мы не в чем не можем жить. А Бог сказал, ты жал, ты нищ, ты петь, и нах. Помните, Валтасар, царь Валтасар. Он возомнилась, если что-то. Когда написал, сказал, сосуды сглопопожи. Аккевта железна. Аккевты с сосудов. Он... Вельможи его, жены его, моложности его, такой он был силен в своих глазах, как он, скажешь, могущественен, такая беззаботность, поворот войска уже вот-вот должны взять город. Он надеялся, что он не приступит. И вдруг кисть, всего лишь кисть, начал писать, что стало сколтосарой, и челюсти отвисли, они не дрожать начали, возмутился, стал кричать, стал рад, он испугался, объясните, что это такое. Объяснили надменным и дерзким голодом человеком, со взвешен на весах, за один очень легкий. Как-то недавно я разговаривал с одним братом, я очень часто становлюсь на весах, я наблюдаю за своим весом. Я не критикую ни в коеме, я хочу привести как пример, мы следим за собой. Человек часто становится на весах, но правила святения меня, я хочу спросить, остановимся мы на духовной весе. Какой наш вес? Какой наш вес? А Бог говорит, через свое слово, что мы поступали достойно, достойно бороться в том же весе. Часто, когда мы говорим о кресте, мы говорим как о роде смерти, то действительно так. О роде самых жестоких, позорных, учителей смерти. Вот какругое место, я обладаю, я был смешан всем. И я хочу обратить сестрам. Давайте посмотрим на креста, мы можем по-другому. Они были по-другому, с другой стороны. И так возведал Бог мир. Давайте посмотрим на крест, как на Божье любовь для нас. Как на Божье любовь для нас. Как крест, на котором произошло Твое исцеление. Это все, как на Божье любовь. Как в Божье любовь, Господи. Как в Божье любовь, Господи. Он не прочитал Бог мир. Он не прочитал Бог. Он не прочитал Бог мир. Правильно. Когда несешь свой крест, ты помнишь Божью любовь, так что смертный с малью. Когда несешь свой крест, ты ценишь то, что Бог тебя сделает. А раз ты умеешь цилить, кто не умеет ценить, но никогда не будет. Поэтому пост предоставить нас Богом. Чтобы мы имели мудрость, становиться надежной висой. Чтобы Бог висит. Позднать нам Бог мудрость, поистине держаться Его Словом. Поистине познавательным. И чтобы мы никогда не теряли эти переживания о нашем внутреннем преобразовании. Это не так. Это не так. Это не так. Продолжение следует...